А на Первом канале сегодня стартует многосерийный фильм, посвященный знаменитому советскому разведчику, который предположительно одним из первых информировал Москву о готовящемся нападении Германии Рихарду Зорге. Клим Санаткин о художественном взгляде на легендарную фигуру. Национальность немец. Официально аккредитован в Токио как немецкий журналист. Вы знаете этого человека? Это господин Зорге. Кто же вы такой, доктор Зорге? Тонкий аналитик, талантливый журналист и, конечно, блестящий разведчик. Московский резидент в Японии. Убежденный коммунист. Оперативный псевдоним Рамзай. Сложный и противоречивый, азартный и безумно талантливый Рихард Зорге мог найти выход, казалось, из любой ситуации. Что это? Я еще такого сургана поймал. Пришлось брюхо вспороть. Воню ужасно. Хочешь понять? Нет, нет. Он тонко чувствовал и понимал, мир катится к войне. И как фронтовик, прошедший Первую мировую, он делал все, чтобы не допустить кровопролития. Берлин недооценивает силы русских и переоценивает военный потенциал Японии. Разведчик должен быть незаметной серой мышкой. А Зорге был очень ярким человеком. Можно сказать, что он был звездой. Вот список подозрительных лиц. Зорге. Журналист. Вычеркни. По сохранившимся данным, Зорге был одним из тех, кто сообщил Сталину о готовящемся нападении Германии на Советский Союз. Его заслуги ценили, но всегда держали на расстоянии. Сталин сомневался в том, что он сто процентов работал, так сказать, на Советский Союз. Нам нужны прямые факты, товарищ Ворошилов. Был на лезвии ножа, потому что он понимал, в принципе, что голова его отлетит сразу. И Сталин не простит любые ошибки. Пусть товарищ Рамзай поспешит с передачей точных данных и документов. Нельзя ему доверять полностью. Но Зорге всегда был предан и оставался человеком, даже когда под угрозой была собственная жизнь. Нам приказано уничтожить Люшкова. Я профессиональный разведчик, а не наемный убийца. Зорге очень повезло, что в его жизни случился такой. Ейджин Отт, посол Германии и Японии, его друг. Очень повезло. Назначил своим первым помощником Рихарда Зорге. Прошу любить и жаловать. Редчайший персонаж истории Рихард Зорге. Он действительно такой был великим человеком. Ну, среди есть, если брать в сферу разведчика. История Зорге – это еще и о большой любви, которую талантливый разведчик пронес сквозь года. И даже если рядом другая, преданная и любящая, сердцу не прикажешь. Ничего нельзя вернуть. Я замужем, у меня двое детей. Я прошу тебя. Прошу тебя, не разрушай мою жизнь. Это история любви. Но еще это история очень верных отношений людей, которые понимают, что они делают. Мама! Мама! Судьба твоей жены, твоя судьба сейчас в твоих руках. Что я должен делать? Это история выбора. И это история невероятной преданности не только друг другу, но своим друзьям. Встретиться с Зорге, получить от него контакты, но затем устранить его. Окажется ли дружба сильнее приказа? Сможет ли Зорге снова растопить чувство той, что навсегда осталось в его сердце? И выдержит ли удар, который враг готовится нанести? Зорге должен умереть. Клим Санаткин, Владислава Абасова, Артем Тихонов, Сергей Деев. Первый канал. Итак, первую и вторую серии фильма «Зорге» смотрите сегодня, сразу после программы «Время». Ну и он, конечно, не забываем какие-то часы, но и вторую жизнь. Продолжение следует...